Буквально через считанные секунды, пока я с вами разговариваю, ко мне присоединится Анна Хасина. Анна Владимировна, руководитель компании Mass Management. Как я узнал... А, кстати, здравствуйте, Анна. Вот уже вы здесь появились. Здравствуйте, Евгений. Очень приятно. Спасибо, что и вы нашли минутку, чтобы нас посетить. А я как раз вас представлял. Смотрите, я сказал, что вы руководитель компании Mass Management, но Mass Management многим ни о чем не скажет. Такое-то я хотел расшифровать. Дружелюбный сервис. Так написано о вас. Пациент-ориентированность. Именно эту тему вы внедряете в массы. И вот вместе с Денисом Николаевичем Проценко, насколько я знаю, у вас было выступление. Сейчас будет. А, вот оно сейчас будет. Вот буквально через 15 минут. Тогда не буду вас долго отвлекать. Расскажите в двух словах, почему это важно, пациент-ориентированность. Я так понимаю, что вы пропагандируете ценность пациента, вокруг которого должен строиться процесс лечения. Ну, вы знаете, это пропагандирую не я. Современные тенденции здравоохранения требуют... Да, как проводник. Да. Говорят нам, что пациент находится в центре всего. Хотя, тоже такой дискуссионный вопрос. Когда пациент в центре всего, возникает соблазн и у пациента ощущать себя королем в центре, и у врача... Ну, вот если представить себе некую метафору взаимодействия врача и пациента, то в центре будет нозология, будет лечение или та проблематика, с которой пришел пациент, а пациент с доктором вместе в содружестве работают на преодоление этой проблематики, либо над улучшением здорового образа жизни, улучшением качества жизни и так далее. То есть это такое содружество, сотворчество, совместная работа врача и пациента. Как у нас сейчас дела с этим обстоят? Ведь в институтах нас учили, у нас был предмет деонтология, который затрагивал далеко не все вещи, необходимые сейчас для работы. Предмет деонтология как раз затрагивал многие вещи, необходимые доктору для работы. Другой вопрос, каким образом, на каких кейсах рассматривали деонтологические аспекты медицинской этики. Вы очень интересный вопрос затрагиваете, соотношение деонтологии и пациент-ориентированности. Потому что не секрет, какие разные события сейчас происходят в здравоохранении, как усугубляются преследования за етрогению, как бывает, что весьма некомфортно чувствуют себя врачи. И в этой ситуации вопросы этического характера выходят на первый план. Как соблюдать медицинскую этику, деонтологию, и в то же время оставаться в области безопасности и в области хорошего, позитивного отношения с пациентом. И вот здесь инструмент коммуникации приходит нам на помощь. Потому что, если говорить совершенно по-простому, какие потребности у пациента? Ну, быть вылеченным, несомненно. В то же самое время у пациента довольно много потребностей так называемого психологического характера. Он хочет чувствовать себя защищенным, что доктор не злоупотребляет его беспомощность. Он хочет чувствовать себя в достаточной степени информированным. Ни один пациент, если он не обладает сам медицинским образованием, не способен в такой степени подробности, глубины, изучить и течение своего заболевания, и возможные протоколы лечения. Пациент хочет ощущать себя причастным к выбору практик лечения, методов, пути лечения. И вот эти психологические потребности, будучи ущемлёнными, вызывают противостояние пациента, недовольство, жалобы, конфликты, которые выражаются в некоторых действиях. Пациент может предъявлять эти претензии врачу, медицинской организации, писать дальше. И так далее, и так далее. Ну, то есть грань-то всё-таки должна присутствовать между... Где вот эта грань, что врач и пациент должны стать друзьями, или же всё-таки должна сохраняться некая стена, но в то же время доверие, чтобы оно продолжало быть или появлялось. И вы ключевой аспект называете, что главное, чтобы возникало доверие между врачом и пациентом. Но вот давайте задумаемся. Медицина – это фактически единственная область, где пациент, приходя на приём к совершенно чужому ему человеку, буквально через несколько минут подвергается ощупыванию, его трогают руками, доктор внедряется... В разных местах. В разных местах. Доктор внедряется в его личное пространство, задаёт неудобные вопросы. И невзирая на то, что есть предпосылки к этому, пациент вроде бы как даёт своё согласие имплицитно, внутренне, придя к доктору, тем не менее пациент испытывает дискомфорт, не может не испытывать. И в этой ситуации от того, как врач построит коммуникацию с пациентом, насколько он построит вот эти доверительные отношения, зависит, как дальше будет строиться процесс лечения. Например, зависит вопрос комплайнса пациента. Это ведь вопрос, который очень сильно волнует врачей. Приверженности лечению. Чтобы пациент был привержен лечению, чтобы он соблюдал рекомендации. Чтобы не обманывал, допустим. Пьёте таблетки? Пью, а сам не пьёт. А почему пациенты обманывают чаще всего, как думаете? Ну, может быть, из-за недоверия какого-то? Может быть, из-за того, что они не хотят подвергаться норовоучениям и осуждениям. Были исследования, которые показывают, что это самая частая причина, почему пациент, не соблюдая назначения, не говорит об этом доктору. На одном из тренингов, на обучение, у меня такой, ну, курьёзный, с одной стороны, с другой достаточно грустный случай, рассказал доктор про то, как пациент, не соблюдая назначения, не признавался в этом, и они перебирали и перебирали возможные причины. Там речь шла об артериальной гипертензии. Ну, почему же повышается давление? Ну, что ж, ну, почему же оно, тем не менее, повышается? Пациент божился и клялся, что он принимает все таблетки, выполняет все назначения. А потом оказалось, что он просто большой любитель покушать солёных огурцов. И он не рассказывал об этом? Он не рассказывал об этом. А доктор его не спрашивал. А с другой стороны, у доктора не было идеи, что нужно задать какие-то дополнительные вопросы более широким фронтом без относительного сбора анамнез. А если бы он расположил к себе этого пациента, то, возможно, я вслед тоже маленькую историю позволю себе, когда я ещё работал на скорой помощи, и мы приехали на вызов к пациенту с желудочно-кишечным кровотечением, который он нужно было вести, а он отказывался. И вот я, будучи не знаком с тем, о чём вы сейчас говорите, просто поговорил с ним, втёрся в доверие, если так можно сказать. И мы повезли, вы всё-таки спасли жизнь, можно сказать. Так что это действительно очень важно. Спасибо вам большое. Я не смею больше вас задерживать, потому что выступление... Бегу на выступление. Анна Владимировна, большое спасибо, что уделили нам время. До свидания.